Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас видеть на нашем вебинаре. Оставьте, пожалуйста, во вкладке «Общий чат плюс», если вы меня хорошо слышите. Спасибо. Ну, я думаю, связь у нас сегодня хорошая. Поэтому, пожалуй, мы начнем наше занятие. Очередное из серии «Стекловедение. Стеклянные дела». Напоминаю, что меня зовут Надежда Иршова, и я ведущая цикла вебинаров, посвященных стеклу и стеклянным конструкциям. Вебинар у нас проходит достаточно давно, и прошлый вебинар был у нас юбилейным, поэтому искренне поздравляю всех участников юбилейного вебинара, и особенно победителей. Таковы имеются, я очень за них рада. наше занятие будет проходить по принятому уже регламенту, то есть я информирую вас об интересных аспектах сегодняшней темы. Вы, если имеете какие-то вопросы, то можете задавать их в конце занятия. У нас отведено специальное время для вопросов. Ну, если уж совершенно хочется узнать в течение вебинара о чем-то, можно, конечно, задать вопрос. И если это будет возможно, я отвечу в течение вебинара. Ну, а так лучше задавать их все-таки в конце. Плюс у меня к вам будет еще просьба в конце занятия. Но об этом попозже. Итак, начнем. Сегодня наше занятие посвящено стеклянным перекрытиям, в которое входят такие аспекты, как полы, потолки, подиумы и так далее. Дело в том, что у любого подхода к дизайну интерьера есть как свои поклонники, так и свои противники. Однако применение стекла в таких несущих конструкциях, как перекрытие, пожалуй, ни у кого не вызывает резкого отторжения, особенно сейчас, поскольку стекло – это один из самых современных материалов, а современные виды стекла позволяют выполнять самые головокружительные конструкции, в том числе и несущие. О стеклянных перекрытиях сегодня и речь, но хотелось бы уточнить, что даже специалисты зачастую путаются в понятиях собственно стеклянного перекрытия и частично остекленного перекрытия, такого как, допустим, стеклянный потолок или стеклянный пол или его части. Вот как раз наше сегодняшнее занятие будет посвящено попытке разграничить типы этих конструкций и понять, чем же они отличаются и в чем они схожи между собой. Итак, что такое стеклянные перекрытия? Стеклянные перекрытия в понимании конструктивном – это полностью остекленная поверхность, заменяющая собой традиционную плиту или балчную конструкцию. Она полностью прозрачная и служит вторым светом между двумя этажами. В наше время специалисты очень часто используют стеклянные панели в межэтажных перекрытиях именно для того, чтобы создать эффект второго света и чтобы свет проникал не только на верхний этаж, но и на все уровни здания, то есть дополнительное освещение. Это, можно сказать, идеальное решение. Однако, существует множество проблем, которые связаны с установкой стеклянных перекрытий. И самое главное – это вес конструкции, поскольку, хотя стекло и является прозрачным материалом и создает визуальный эффект легкости парения над землей. На самом деле, этот материал достаточно тяжелый. И, по мнению специалистов, ну и на собственном опте можно убедиться, что обычный человек достаточно с трудом поднимет, допустим, 12-мм многослойное стекло площадью 1 квадратный метр. Так что, прежде чем решаться на стеклянные перекрытия, а это я напоминаю еще раз полностью замена, допустим, плите перекрытия прозрачной, нужно, естественно, как следует рассчитать нагрузку. Уточним, что правила по установке стеклянных перекрытий различаются в разных странах. Но, тем не менее, вид стекла, который применяется для таких перекрытий, практически везде одинаков. Это многослойное закаленное стекло, триплекс. И в каждом индивидуальном случае, естественно, надо подбирать индивидуальную толщину стекла, листа стекла, поскольку нагрузки и функции такого перекрытия различаются в различных интерьерах. То есть, если это перекрытие в малоэтажном жилом здании, нагрузки будут существенно меньше, чем у стеклянного перекрытия в общественном здании. Это, естественно, всем понятно. Еще один интересный вопрос, на который не особо обращали внимание раньше, но сейчас в связи с повсеместным применением данного материала, этот вопрос возникает. То есть, поскольку стеклянное перекрытие стандартное, оно прозрачное и пропускает солнечные лучи, то не допускает ли оно перегрева помещения, то есть избытка положительной температуры. В принципе, такое может быть, но для устранения этого эффекта существует специальное покрытие, то есть стекло со специальным покрытием или пленкой, которое предотвращает перегрев и одновременно препятствует потере тепла. Мы когда будем говорить про энергоэффективное стекло, мы еще раз коснемся этой темы, там будет более широко освещаться она. Соответственно, будет широко освещаться, более широко освещаться типы покрытий и так далее. Здесь мы просто коротко пунктируем, скажем об этом. Таким образом, если мы используем энергоэффективное стекло, то перепады температур в здании с использованием стеклянных конструкций в перекрытиях сводятся к минимуму. То есть, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что если мы хотим придать интерьеру современный вид хай-тека, допустим, или разнообразить классический вариант интерьера, если мы хотим добавить дополнительное освещение, ну и просто придать некоторую роскошь драгоценного материала. Напоминаю, что стекло у нас родственник драгоценных, полудрагоценных камней, таких как горный хрусталь, аметист и прочие интересные кварцы, то стеклянное перекрытие – это как раз тот вариант, который нам нужен. Какие конструктивные типы стеклянных перекрытий имеются в настоящее время и наиболее широко используются? Ну, во-первых, это стеклянное перекрытие на стальном каркасе. Это самый недорогой материал – окрашенная конструкционная сталь. Для этого можно использовать практически любые прокатные изделия, такие как трубы различных сечений, прямоугольного, круглого. Это могут быть швеллеры, двутавры, то есть достаточно традиционные виды профиля. Для соединения между собой допустимое использование как сварных, так и болтовых соединений. Ну, и самый простой каркас, кстати, видно на экране – это решетка. И самая простая решетка – это решетка из трубы соответствующего сечения. Но надо учесть, что чем больше габариты стеклянного пола, тем должны быть массивнее несущие трубы, то есть несущие конструкции из труб. Ну, собственно, хороший вариант для того, чтобы визуально облегчить конструкцию – это фермы. То есть несущая способность очень хорошая, но плюс большая прозрачность, ажурность и некоторый такой эстетический, хай-тековский или конструктивистский шик. То есть можно и так сделать пол в перекрытии. Второй вариант – это каркас из нержавеющей стали. Это более дорогой материал, чем окрашенные конструкционные. Но, тем не менее, во-первых, это хорошая несущая способность, и во-вторых, это хороший внешний вид. Причем для того, чтобы сделать каркас, можно использовать не только трубы традиционные, но и различные нестандартные элементы, вырезанные из листа нержавейки. И еще один интересный вариант, очень современный, кстати, это перекрытие на точечных опорах. Как правило, точечные опоры выполняются из нержавеющей стали и имеют регулировки, которые позволяют укладывать все плиты в полос перекрытия строго горизонтально. Кстати, часто возникает тоже проблема, когда перекрытие, которое является несущей внутренней конструкцией, путают с покрытием, то есть со стеклянной кровлей, со стеклянной крышей, с козырьками и так далее. Это несколько разные вещи, и покрытием у нас будет посвящена отдельная тема. Надо сказать, что современные виды стеклянных перекрытий позволяют, особенно вот такие, как на точечных опорах, позволяют создать ощущение практически цельного стеклянного полотна, бесшовного, и это, конечно, дополнительный плюс к эстетическому эффекту. Стандартная силовая конструкция для стеклянного перекрытия выполняется, как мы уже с вами говорили, в качестве пространственной формы из конструкционной или нержавеющей стали. И обычный стык между стеклами заливают силиконом. Полотна стеклянного пола не соприкасаются друг с другом, это при правильной установке, и между ними всегда есть зазоры. Их закрыть существует два способа. Это применение специального герметика или Т-образной раскладки. Минус раскладки в том, что она выступает над поверхностью стекла, то есть создает дополнительный порожек такой. Кроме того, опорную конструкцию можно сделать из стекла. В этом случае швы между стеклянными плитами как бы растворяются, если существует подсветка особенно. И стеклянное поле кажется однородным, это наиболее современный подход. Но это достаточно дорогое удовольствие, поэтому далеко не все могут им воспользоваться. И технические характеристики конструкции стеклянного перекрытия показаны на экране. То есть стекло – это, как правило, многослойный триплекс, в который входят закаленные стекла. Материал, несущий конструкции, как я уже говорила, это различные виды стали. И плюс ко всему прочему, если мы хотим сделать сверхлегкое стеклянное перекрытие, например, в малоэтажном доме, где не предполагаются огромные нагрузки от скоплений людей, то можно сделать сверхлегкое стеклянное перекрытие на алюминиевом профиле. Есть такой вариант. Ну и виды стекла, которые применяются для создания перекрытия, это прозрачное, тонированное, матовое и так далее. То есть практически весь спектр стекла, который сейчас существует с декоративным покрытием, можно использовать различные технологии. Это то, что касается перекрытий, которые являются несущей конструкцией зданием. внутренней. Сейчас попробуем разобраться, что же такое стеклянный пол как таковой, поскольку специалисты, как я уже говорила, часто путают перекрытие и пол, и в этом нужно разобраться. Итак, стеклянный пол, как правило, имеет под собой несущую основу, массивную, достаточно хорошую. То есть это могут быть плиты перекрытия, это могут быть палочные конструкции. В любом случае стеклянный пол выступает как одна из частей перекрытия, не целиком и полностью стеклянные. И стеклянный пол может быть представлен в нескольких вариантах. Например, один из самых известных – это цельный стеклянный пол или стеклянное поле. Это достаточно большой по габаритам участок пола. Например, 3 на 3 метра – это неудивительно для такого вида пола, который состоит из нескольких сегментов стекла. То есть, естественно, он не цельный стеклянный. Стекла устанавливаются непосредственно над бетонным основанием на необходимой высоте. То есть в зависимости от конструктивных разработок и дизайнерского решения. Второй вариант, тоже достаточно распространенный – это стеклянная ниша в полу. То есть это отверстие в полу нужного размера, по периметру которого устанавливается, допустим, рамка из нержавеющей стали полированной, а сверху укладывается стеклянная плита. Плюс такого варианта в том, что пространство под стеклом можно заполнить декором, который можно постоянно менять, и плюс еще делается подсветочка. Что минимум средств позволяет создать очень хороший декоративный эффект. Дальше. Кроме стеклянной ниши, хорошим видом пола является стеклянная дорожка. Он же ленточный стеклянный пол, он же иногда называется ручей. Это модификации, можно сказать, стеклянной ниши. И представляет из себя как раз ряд таких ниш. И особенно эффектно он сочетается со светодиодной подсветкой. Плюс у такого пола имеется хорошая зонирующая способность. То есть с помощью стеклянного ручья можно создать различные функциональные зоны в одном помещении, не прибегая к ограждающим конструкциям. Так, и еще один вариант, который близок к стеклянному перекрытию, который мы рассматривали раньше, это стеклянное окно. То есть это сквозное отверстие в полу между двумя этажами. То есть это часть стеклянного перекрытия, можно сказать. В это окно, на несущую конструкцию из нержавеющей стали, устанавливается прозрачное стеклянное полотно. И таким образом для верхней комнаты это часть стеклянного пола, а для нижней это часть стеклянного потолка. И помимо эффектного внешнего вида, такая конструкция несет еще функцию дополнительного освещения. То есть это световой люк, такой своеобразный. И еще один вариант конструкций – это стеклянный подиум. Он, как правило, несет в себе черты как стеклянного пола, так и частично стеклянного перекрытия, поскольку приподнят над землей, над уровнем пола, на специальных конструкциях. Поэтому разрабатывать и рассчитывать несущую способность подиума нужно аналогично, скорее всего, стеклянному перекрытию. И составляющие различных видов стеклянных полов. В данном случае мы видим стеклянную нишу. Как правило, стеклянный пол всегда включает в себя следующие составляющие. Во-первых, это основание, то есть несущие конструкции для стеклянного пола. Это может быть бетон, дерево, нержавеющая сталь, стеклянные опоры и различные комбинации и модификации этих конструкций. И далее на выбранное основание укладываются стеклянные плиты. Ну и вторая важная часть – это, естественно, стеклянное полотно или стеклянные плиты. Это основной элемент стеклянного пола. Поскольку для изготовления стеклянного пола используется триплиц, многослойное стекло из нескольких закаленных стекол, склеенных между собой полимерной пленкой, то прочность этого пола очень высока. И еще раз напомню, что стеклянное полотно может быть не только прозрачным, но оно может быть еще и специально декоративно обработанным. Оно может быть изготовлено с использованием различных декоративных пленок и тонированным, окрашенным в желаемый цвет, и матовым. Создавать при наличии подсветки хороший такой эффект рассеянного света. Что касается подсветки, то стеклянные ниши подсвечиваются светильниками, встроенными под прозрачные листы. А для подсветки межэтажных перекрытий существует способ использования светодиодов, которые встраиваются в торцевую часть стеклянных блоков. Очень важное замечание, кстати, о котором нужно помнить. По поводу закаленности стекол мы чуть-чуть позже поговорим. Это я отвечаю на вопрос. Здесь будет об этом прозвучить несколько фраз. Итак, важное замечание. Для торговых центров и тех мест, где предполагается большое скопление, большая проходимость народа, поверх основного стекла обязательно нужно установить подменное стекло, которое меняют по мере того, как оно царапается и начинает терять несущую способность. Подменное стекло лучше делать закаленным, хотя часто его ставят сырым. Сущность подменного стекла в том, что оно защищает поверхность несущего триплекса. И тут мы переходим к интересной теме допустимых нагрузок на стеклянные полы и перекрытия. Для чего нужен расчет допустимой нагрузки на стеклянный пол? Для определения величины прогиба при распределенной нагрузке и порога разрушения при ударе. Это две важных составляющих. Эти величины нужно знать в обязательном порядке, особенно если предполагается стеклянный пол с расстоянием до основного пола более полуметра, то есть более 500 миллиметров. Это может быть, например, перекрытие между этажами или допустим это может быть площадка стеклянной лестницы и так далее. Эти расчеты надо обязательно выполнять, чтобы не произошло никаких непредвиденных или трагических ситуаций. Ну и на экране вы видите, что согласно СНИПам предполагаются различные нагрузки на пол для внутренних жилых комнат, для коридоров и холлов, для балконов и так далее. И обязательно нужно учитывать коэффициент перегрузки 1.2.1.3. Что мы можем, на что нужно обращать внимание при проектировании стеклянных полов и перекрытий? Во-первых, что стеклянный пол рассчитывается исходя из максимально допустимого прогиба, а не из предела прочности на разрушение. Во-вторых, у триплекса, по мнению специалистов, есть особенность, которая связана с текучестью связующего полимера в слоях. Например, динамическую нагрузку он воспринимает как единое твердое тело, а статическую – как несколько стекол, положенных друг на друга. Соответственно, получается разный момент инерции. И, например, такое известное сочетание, как панель размером 1200 на 1200 мм из триплекса 888 будет держать динамическую нагрузку более 1000 кг на квадратный метр при прогибе 1 мм. То есть это достаточно крупная цифра. И только около 120 кг на квадратный метр при статической нагрузке. Отсюда в основном делается вывод, что триплекса с более толстого стекла предпочтительнее. Хотя некоторые товарищи это оспаривают. И я вам приведу пример через некоторое время, что есть разные мнения по этому поводу. В-третьих, модуль упругости закаленного и незакаленного стекла одинаков. И отличается только предел прочности на изгиб. У закаленного стекла он как минимум в 4 раза больше. И поскольку на изгиб работает, то есть не на изгиб, а на растяжение работает только нижнее стекло, то целесообразно именно его делать закаленным. То есть, по-моему, на вопрос Артура я ответила пока что. Хотя есть варианты и другие. Но это наиболее расхожее мнение. Специалисты также утверждают, что при монтаже всегда есть риск, что стекло установится кверх ногами. То есть, нижнее, работающее на растяжение закаленное стекло будет установлено наверху. Поэтому существует опять же мнение, что правильная конструкция это три закаленных стекла, либо это триплекс с закаленными стеклами по краям и сырым в середине. И, собственно, расчет допустимой нагрузки позволяет определить минимальную толщину стекла, которую можно применить для стеклянных панелей пола в зависимости от его размеров. и именно определяемой минимальную толщину. Поскольку это ведет, в общем-то, к экономии. Но если все-таки что-то гложет человека и хочется все-таки запас прочности, то, опять же, некоторые специалисты предлагают заложить трехкратную прочность, как бывало в Советском Союзе, или в ракетостроении. Некоторые варианты, как можно подобрать стекло, исходя из того, что я сказала выше. Например, если мы делаем пол ленточный, то есть ручей, ширина которого не превышает 300 мм, то мы можем поставить закаленное стекло толщиной 10 мм. Поскольку в обычных бытовых условиях, если это квартира или малоэтажный дом, вряд ли его можно с легкостью разбить. Но если только, как говорят те же специалисты, прицельно не полить из него из ружья, либо бросать специально что-то тяжелое в одну и ту же точку. Есть еще вариант заехать в дом на тракторе, да, специалисты утверждают. Однако, если вам нужно все-таки подстраховаться, то формула для такого варианта перед вами на экране. Лучше применять триплекс ударопрочный из закаленного стекла по следующей формуле. Если мы делаем пол окно шириной от 300 до 500 мм, это один из самых сложных вариантов, то предлагается применять опять же тот же триплекс ударопрочный из закаленного стекла толщиной 17 мм, или этот же триплекс для большей уверенности толщиной 21 мм. если желательно иметь еще больший запас, то можно применить и 26-мм триплекс. И дальше, если мы расширяем сферу нашего окна, то есть оно увеличивается, допустим, в размерах от 1000 до 1400 мм, то лучше применять такую формулу, как трехслойный триплекс, который состоит из закаленного сырого и закаленного стекла, и все это толщиной 32 мм. Ну и чем дальше, тем больше. Если мы делаем окно в полу размером больше 1400 мм, то необходимо учитывать два момента. Во-первых, вес одного квадратного метра пола толщиной 32 мм, имеется в виду естественно стеклянный пол, равен примерно 80 кг, а если больше, то и все 160. И собственно для этого нужно сначала подумать, как такую деталь вообще выносить в помещение монтировать, но и несущие способности конструкции, на которые она будет опираться, также должны быть приняты во внимание. По поводу ширины полки, на которые опирается стекло, это не сегодня, это специальный конструктивный расчет, мы сегодня только некоторые варианты рассматриваем. попробуем решить ваш вопрос в дальнейшем. Ну и собственно есть еще варианты различные компоновки стекол пола. Вот один специалист делится своими переживаниями по этому вопросу. Он советовался с несколькими стекольными компаниями, одна предложила формулу триплекса 10 мм сырое стекло 10 мм закаленное 10 мм сырое, вторая триплекс 3 на 10 закаленное и специалист уверен, что эти формулы являются грубой ошибкой и по его мнению правильная с точки зрения безопасности формула триплекса будет следующей 8 закаленное 8 сырое 8 закаленное объясняет он это тем же, что прогиб стекол у нас совершенно различный закаленное стекло более упругое по сравнению с сырым и сырое ставится центральным так как именно в центре триплекса напряжение от прогиба будет минимальным второе стиль разрушения стекол также разный если по какой-то причине стекла лопаются то происходит следующее верхнее нижнее закаленное стекло лопаются в крошку центральное сырое лопается на куски и именно из-за того что сырое стекло лопается на куски пластина триплекса остается пластиной и не осыпается или складывается и соответственно человек экстренно не провалится на нижний этаж с такого перекрытия и в данном случае куски сырого стекла играют роль опорной площадки для приклеенных к нему лопнувших кусков закаленного стекла это если так схематично выразиться то есть вот такие есть варианты работы полом и на слайде вы видите некоторые схемы укладки стеклянных панелей пола для разной толщины стекла здесь для триплекса 21 а здесь для триплекса 32 то есть это достаточно известные схемы но они как всегда приносят немалую пользу поскольку каждая компания имеет свои какие-то наработки особенно импортные компании которые были пионерами в применении стеклянных конструкций и импортные компании очень не любят делиться своими чертежами своими схемами своими конструктивами наши люди как-то попроще они об этом совещаются на форумах делятся между собой отвечают на вопросы и так далее я считаю что это правильно поскольку от этого выигрывают все то есть развитие стекольной промышленности развитие стекольных стеклянных конструкций и стеклянного домостроения происходит это то что касается допустимых нагрузок и в заключительной части нашего вебинара мы поговорим о более легкой конструкции по определению поскольку это у нас стеклянный потолок он обязан быть полегче потому что находится над головами благодарных зрителей и слушателей с помощью стеклянных потолков в настоящее время можно соорудить любое чудо это может быть различные категории стекла которые применяются для стеклянных потолков например матовое стекло которое вы видите на слайде позволяет создавать очень хорошую матовую рассеянную подсветку различным образом смонтированные матовые панели позволяют создать рассеянный свет который является наиболее комфортным светом для помещений один из самых распространенных видов это зеркальный потолок как правило монтирующийся непосредственно к нижней части перекрытия ну и оправдывает он свое применение поскольку привносит дополнительную утонченную роскошь в помещении особенно если он сочетается со светильниками встроенными в фотолок то есть мало того что он отражает дополнительный свет создает дополнительное освещение своей поверхностью он еще и отражает свет от светильников но и создает просто нарядный такой эффект эффект нарядного потолка эффект нарядного помещения и еще один из самых распространенных вариантов это подвесной потолок из витражного стекла причем витраж может изготавливаться различным способом это может быть рисунок нанесение ультрафиолетовой печати это может быть специальная витражная пленка которой сейчас в изобилии множества вариантов как правило позволяет любое даже самое строгое помещение преобразить и создать ненавязчивую красоту и уют плюс ко всему опять же как правило матовая поверхность основы работает на создании того же рассеянного света наиболее психологически комфортного для пребывания человека в вещении и коротко о креплении потолков существует несколько самых распространенных вариантов первое это кассетное крепление так же как любой плиточный подвесной потолок крепится в каркас в металлический каркас стеклянные плитки они могут быть матовыми могут быть тонированными могут быть полупрозрачными это может быть витражная плитка и так далее и зеркальная тоже так же может крепиться крепление к разным конструкциям обрешетки или балчным конструкциям к металлическому каркасу как правило с помощью различных болтов очень современное точечное крепление о котором мы говорили в свете стеклянного перекрытия а стеклянный потолок от этого так же выигрывает поскольку во-первых малозаметно делается несущая конструкция к которой он прикрепляется точечными креплениями о которых кстати мы говорили на прошлом юбилейном занятии то есть более подробно точечной фурнитуре можно узнать там и такая фурнитура создает ощущение полностью стеклянного поля то есть цельно-стеклянной конструкции ну и один из хитов современных это спайдерные крепления с помощью специальных кронштейнов спайдеров спайдеров которые позволяют опять же минимизировать присутствие несущей конструкции и создать ощущение парящего в высоте цельно-стеклянного потолка в общем-то на сегодня все информативная часть закончена по поводу вопросов спайдеры крепятся к несущим конструкциям которые расположены каркасу который расположен за стеклянными плитами поверх стеклянных плит что я хочу вас попросить вы пожалуйста подумайте и скажите что вас интересует из области стекловедения из области стеклянных конструкций чтобы можно было использовать ваши пожелания в дальнейших вебинарах что действительно вас интересует мне хотелось бы знать и действительно было бы для вас злободневно попробуйте пожалуйста сформулировать так опоры из стекла уточните пожалуйста опоры это колонны стеклянные несущие или это балки стеклянные и если пол из двух стекол то скорее всего да оба стекла должны быть закаленные поскольку здесь совсем другая работа получается чем у триплекса так типа короб на который можно ставить тумбы тумбы какие в торгу так стол это торговое помещение то есть это должен быть не столько короб а это должен быть подиум насчет пола 666 я не слышала вообще цифры интересные получилась у вас обычно 8 считается такой самый приемлемый я конечно понимаю что хочется сэкономить но все-таки это пол и все-таки не надо забывать что стекло это очень хрупкий материал с той точки зрения что стоит только появиться царапине и можно собственно распрощаться со всей конструкцией и и я вас поняла попробую снабедить вас информацией на одном из следующих вебинаров кстати алексей по поводу триплекса и всех закаленных стекол я только что говорила что одно стекло обязательно должно быть сырым и поэтому оно является опорой при разбиении стекол и никто никуда не провалится еще раз повторю что верхние и нижние закаленные стекла если лопаются в крошку то центральное сырое лопается на куски и весь триплекс остается пластиной и никто никуда не проваливается но это конечно мнение одного специалиста если два стекла 10 10 надо рассчитывать прям так сходу вам сказать не могу так стеклянные бассейны с прозрачными стенами очень хорошо ступени у нас это лестница это отдельная тема для разговора она у нас запланирована в ближайшем будущем посмотрим по поводу ну и собственно я так поняла что больше всего нас интересуют в ближайшем будущем стеклянные лестницы стеклянные бассейны и стеклянный подиум на который можно ставить различное оборудование в так витраж стеклянных стоек наверное стеклянные стойки с витражом да это стеклянные колонны с витражом я так поняла да в каркасе так все я поняла так ультрафиолетовая склейка прекрасно ультрафиолетовая склейка у нас и 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 в лидеру выходит ну так или иначе естественно все что вы здесь пишете будет отражаться в наших занятиях малированные стекла в принципе пескоструется все главное чтобы это делать правильно то есть малированное стекло вообще сложные вещи у нас кстати по ней будет отдельное занятие там так мали так а подробнее о стеклянных потолках именно что вам хочется услышать петра форми тура для метод расчета метод расчета чего методов расчета различных существует достаточно много ага триплексом так посмотрим как его рассчитать тоже существует несколько вариантов причем есть варианты ручного расчета есть машинного но мы скорее всего будем с вами рассматривать ручные расчеты по старинке так прекрасно очень хорошие вопросы пока что наверное нам этого хватит на следующие несколько занятий плюс к тому что у меня уже запланировано будем разрабатывать заявленные вами вопросы и темы так свойство пола в плане эксплуатации царапины для пола конечно не самые хорошие вещи это вы Алексей предлагаете тему или мне нужно сейчас ответить на ваш вопрос так лестницы на больцах как стекло дело в том что царапины они для любого стекла не самая лучшая вещь как я уже сказала поэтому лучше всего дома допустим на шпильках по стеклянному полу специально не ходить и сильно на нем не танцевать если только это не подиум на танцполе где в клубе заведомо во-первых толстенная и прочнейшая конструкция рассчитывается во-вторых как я уже говорил там подменное стекло наверх ставится которое заменяют по мере его использования если вы не собираетесь часто менять верхнее стекло то лучше все равно обращаться с ним достаточно аккуратно то есть еще раз говорю на коньках не кататься на шпильках не прыгать и не стрелять из ружья вот как-то так потому что любая царапина может привести к разрушению стеклянной конструкции ну наверное можно я этим не занималась то есть шлифованием царапин в стеклянном полу я не занималась у меня такого опыта нет зашлифовать наверное можно все весь вопрос какая потом будет несущая способность у зашлифованного пола поскольку если взять обычное перекрытие то нарушение структуры его допустим если вы снимаете стяжку и нечаянно сняли ее до несущей арматуры то в общем-то перекрытие кранты в общем-то конец несущую способность она теряет так и здесь в общем-то любое механическое вмешательство в конструкцию нежелательно все-таки надо иметь ввиду что стеклянный пол это элемент такого шика это элемент статуса ну подменное стекло да оно ставится наверх и его можно просто менять но собственно для эксплуатируемого жилого помещения все-таки это выйдет дороговато если вы постоянно будете менять стекло еще раз говорю то есть в общественные здания они хотя бы закладывают стоимость наверное амортизации такого пола эксплуатации а дома лучше аккуратно обращаться с подобного рода полами но подменное стекло применять можно так я думаю что на сегодня можно занятие закончить было очень приятно с вами пообщаться была очень рада вас всех видеть вопросы ваши очень конструктивные и интересные все на что смогла я вам сейчас ответила на остальные по мере занятий буду отвечать то есть в темах заявленные вами вопросы будут звучать еще раз огромное спасибо удачи вам и жду вас на следующих вебинарах так и по поводу записи кстати вебинара да она будет доступна через некоторое время поскольку ее надо обрабатывать еще но вебинары у нас имеются на сайте компании Титан аж позапрошлого года где-то они там размещаются итак всем всего доброго спасибо до новых встреч до новых встреч , давай